Привет. Мне показывает, что мы готовы. Значит, мы можем начинать. Меня зовут Юра, и я сегодня немножечко расскажу вам про вот эту замечательную библиотеку. Я знаю, что вы сталкивались с ней уже при выполнении вступительного задания. Чуть-чуть. Там, насколько я помню, было задание разобраться с незнакомой API. Подскажите, а кто вообще до этого был знаком, до задания? Или, может быть, потом сел и разобрался в концепции того, что вообще там происходит? Поднимите руки, если… Отлично, будет интересно. Будет. Отлично, 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 отлично. А то я боялся, что кто-то будет меня поправлять. Вот. Видимо, нет. Этот день будет не сегодня. Мы поговорим про основные концепции, которые используются в этой библиотеке, про то, что такое поток, и не только поток, про то, какие бывают операторы, методы работы с потоками. И еще, я думаю, что-нибудь интересное. Я буду очень время от времени часто ссылаться на предыдущий доклад Гриша. Поэтому я очень надеюсь, что вы внимательно слушали, все запомнили и поймете все отсылки. Но сначала, прежде чем говорить про RxJS, давайте немножко вернемся к промисам. Промисы очень классные. И основная его концепция промисов в том, что он соответствует одной асинхронной операции и позволяет обрабатывать результат одной асинхронной операции. Удобно делать запросы, потом обрабатывать ответы на эти запросы с помощью промисов. Но что если нам нужно обработать результат какой-нибудь асинхронной операции на основе предыдущих нескольких асинхронных операций? Или, может быть, у нас очень много событий происходит. Пользователь много кликает, что-то нажимает, и все это происходит очень быстро. Иногда даже параллельно многие умудряются так делать. Что-то нужно с этим делать. Механизм промисов нам может помочь разрулить эту ситуацию. Немножко другую абстракцию придумать, чтобы с этим удобнее было работать. И нам приходит на помощь, собственно, RxJS. И вот эта штука. Она называется observable. И по-русски ее часто переводят. Это, наверное, самый распространенный, самый корректный перевод. Это поток. Я буду очень часто скакать между observable и поток на этой лекции. Но когда я говорю поток, я хочу, чтобы не было путаницы, потому что есть, допустим, многопоточные языки программирования. И это не те потоки. Есть стримы в Node.js, которые тоже можно называть потоками. И это тоже не те потоки. Те потоки, про которые мы будем говорить сегодня, это потоки событий. Цепочки событий. Иногда синхронных, но чаще всего асинхронных. Поехали дальше. Немножко абстрагируемся и посмотрим на observable, на поток, как на паттерн. По сути, он совмещает в себе два паттерна. Первый — это паттерн-обзервер. Вы, скорее всего, про него когда-нибудь слышали. Паттерн заключается в том, что есть некий субъект, который знает о других каких-то сущностях, которые называются обзервера, то есть его подписчики. И когда субъект обновляет свое состояние, он с помощью метода функции Notify уведомляет своих подписчиков о том, что он изменился. И в свою очередь его подписчики изменяют свое состояние на основе состояния субъекта. Это первый паттерн. Второй — это итератор. Про итератор рассказывал Гриша. Я считаю, что вы помните, знаете, любите итераторы, и вообще они прекрасны. Немножко напомню, итератор позволяет перебирать значения какой-то структуры данных, не раскрывая саму эту структуру. То есть мы можем получать значения из этой структуры данных до того момента, пока эти значения в этой структуре данных не закончатся. Поехали дальше. Будем много сегодня сравнивать промисы и observable. Смотрите, как они похожи. Просто невероятно. У меня даже в одинаковое количество строк удалось уместить сигнатуру. Создание промиса и observable. Собственно, мы, когда создаем промис, мы передаем ему callback, в котором есть функции resolve и reject. Resolve у нас вызывается, когда промис завершается успешно, какие-то операции внутри промиса завершаются успешно, и reject, если что-то идет не так. В observable мы передаем в callback объект, в котором есть функции next, error и complete. Next очень похож на resolve. Он обрабатывает какое-то успешное, одно из успешных значений в цепочке событий, то есть в потоке. Одно из успешных событий потока. Error срабатывает, можно обработать, если что-то идет не так. И complete сигнализирует о завершении потока. Потому что в потоке несколько событий, и нужно нам как-то понимать, что они закончились. Немножечко возвращаемся к итератору в этом моменте. Соответственно, очень важно понимать, что когда мы создаем observable, мы можем провести аналогию с определением функции. Мы когда определяем функцию в JavaScript, она ничего не делает. Она просто определена. Нам нужно ее вызвать, как-то запустить. Соответственно, observable тоже, он просто создается, и нам нужно на него подписаться. Это, опять же, вспоминаем про pattern observer. Соответственно, мы подписываемся на поток событий и как-то работаем с этим потоком. Что тоже очень похоже на promise. promise, когда выполняется успешно, мы можем в then обработать результат успешный, и в catch мы можем обработать ошибку. В observable мы можем, собственно, обработать результат вызова каждого next в next. Это первый параметр, который мы передаем в метод subscribe. Вторым параметром мы передаем функцию error, которая срабатывает на ошибку, и третьим — complete. То есть мы можем контролировать практически любое состояние нашего потока. Я тут в конце, внизу, добавил небольшой консель log, потому что мы сейчас немножко посмотрим, как этот код может отработать в браузере. Прекрасно. Так, один момент, на котором я хочу остановиться, точнее, отмотать немножечко назад. Посмотрим на сигнатуру еще раз, прежде чем мы посмотрим, как она будет исполняться в браузере. Соответственно, мы в promise поставили timeout на одну секунду и зарезолвили значение result, а в observable мы сначала вызвали next, передали туда значение 1, потом поставили timeout, потом передали в next 2, и потом сигнализировали о завершении этого потока. Посмотрим. Соответственно, с promise все понятно. Promise зарезолвился, когда смог, и выдал нам значение. Observable создался, мы на него подписались, мы передали в next значение 1, получили его, потом мы получили синхронное значение after subscribe, которое было в конце логи, которое я показывал на предыдущем слайде, и затем, после того, как выполнился setTimeout, мы получили значение 2 из next, и потом получили сигнал о завершении нашего потока. Еще раз повторюсь, promise и observable очень похожи между собой, и их методы, и их callback. Соответственно, resolve или next нам нужен для обработки каких-то успешных ситуаций внутри потока или promise. Reject или error обрабатывают внутри promise или внутри потока какие-то ошибки. В случае успеха значения мы обрабатываем с помощью then в promise, в observable это в subscribe мы функции next это обрабатываем, это первый параметр. Аналогично catch, и тут должен быть finally, это немножечко старая версия презентации, из-за должен быть finally. Finally у нас, естественно, как вы помните из предыдущего доклада, всегда выполняется на моменте, когда promise завершается. Соответственно, когда у нас завершается поток, мы можем в callback complete в subscribe как-то обработать эту ситуацию. Важно еще сакцентироваться на том, что у promise не нужен complete, потому что resolve и так сигнализирует о том, что какая-то цепочка из одного события завершилась. Нам не нужно говорить о том, что у promise дальше ничего не будет происходить. Subject. Еще одна сущность, на которой я остановлюсь не очень надолго, но она очень интересная. Суть в чем? Суть в том, что в observable мы должны как-то сами задавать, что в этом потоке будет происходить. То есть в next передавать какие-то значения, как-то обрабатывать их дальше, как-то говорить о том, что поток закончен. Subject. Немножко другой. Мы создаем subject, подписываемся на него, и потом по ходу можем докидывать в него значения. Очень удобно. Вот прям на ходу это делать. И, собственно, все, кто подписаны на этот subject, будут получать эти значения. Поехали дальше. Никогда, скорее всего, вам не придется писать new observable, если вы не хотите что-нибудь интересное поисследовать с RxJS, потому что есть огромное количество хелперов. Мы сейчас поговорим только про пять из них, но их больше, которые позволяют создавать потоки. Не через new observable, а просто передавая в них какие-то значения. From. From очень популярный, потому что его можно использовать двумя способами. Во-первых, мы можем создать поток из промиса, из одного промиса. Мы просто передаем его в from, подписываемся на этот поток, и, допустим, выводим значение, получаем значение в консоли. Прекрасно. Также есть способ создать поток из массива, тоже с помощью helper from. Мы передаем в from массив, подписываемся на этот поток и хотим, допустим, вывести в консоль значение этого потока. Получаем 1, 2, 3. Я буду показывать вот такие штучки, с ними понятнее иногда бывает, что происходит. У нас есть ось времени, на которую нанесены события. И у некоторых таких графиков будет такая черта в конце. Она будет обозначать то, что поток заканчивается. Где не будет такой черты, будет значить, что поток бесконечный. Про это мы чуть-чуть дальше подробнее поговорим. Собственно, на примере создания из from мы создали, допустим, поток из промисса, создали поток из массива. Получили вот такие вот условные потоки. Off. Off — прекрасный тоже helper. Он позволяет создавать потоки из списка констант. То есть, например, мы можем сюда передать не только три значения, можем намного больше, сколько вам хочется на самом деле. Передаем в off через запятую какие-то константы, подписываемся на этот поток и можем обработать какие-то значения в next. Если у нас что-то произойдет, какая-то ошибка, мы можем обработать это в error. И когда поток у нас завершается, соответственно, отрабатывает третий callback, который мы передаем в subscribe. Напоминаю, это complete. Он выполняется по завершению потока, и мы видим в консоли надписи the end. Примерно так можно представить себе поток, созданный из off. Таймер и интервал. Это штуки, которые позволяют создавать бесконечные потоки. То есть, мы в момент подписки запускаем таймер или интервал, и они начинают тикать, пока мы их не остановим. Про то, как их останавливать, мы поговорим чуть попозже. Соответственно, таймер можно выставить с какой-то задержкой, допустим, полсекунды, и он начнет тикать через полсекунды с промежутком в одну секунду. А интервал сразу запускается, как только происходит подписка на него. Будет тикать с интервалом, который мы ему передали в параметры. Представить их можно примерно вот так. То есть, наверху у нас можно представить поток из таймера. Как вы видите, он с небольшой задержкой от интервала у нас происходит. Обращаю внимание еще раз, на графичках на этих нет черты в конце. Это значит, что эти потоки будут бесконечны. То есть, там будет 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Пока мы не закроем браузер или не остановим эти потоки. From event. Про from event уже упоминал Гриша немножечко на одном из своих слайдов. Это helper, который позволяет создать поток из ивента какого-то, который у нас происходит на страничке. Например, мы хотим повесить ивент на клик по документ. Соответственно, при каждом клике на область документ, если мы захотим выводить в консоль какое-то значение, мы получим там объект mouse event, то есть объект клика, который произошел. Посмотрим на графичек. Тоже не видим черту. Пока мы будем кликать, этот поток у нас, собственно, будет происходить, и там будут появляться новые-новые события в этом потоке. Не забываем отписываться от потоков. Важно. Соответственно, один важный момент. Вы же все знаете про такие штуки, как AdventListener. Вещи, которые позволяют навешивать какие-то обработчики на какие-то элементы. И еще очень классно эти обработчики убирать, чтобы у нас память не утекала. Аналогично с потоками. Когда нам поток больше не нужен, то от него нужно отписаться, чтобы у нас, допустим, таймер или интервал не тикали бесконечно, и наша память тоже бесконечно не тикала вместе с этими потоками. Отлично. Мы немножечко проговорили про то, что такое потоки, как их можно создавать, как с ними немножечко можно взаимодействовать, их определять. Сейчас небольшой блок о том, как можно потоки комбинировать между собой. Во-первых, зачем это нужно? Опять же, возвращаясь к примеру, когда у нас пользователь на странице делает несколько каких-то действий. Или, может быть, нам приходят ответы с разных бэкэндов, и нам нужно их как-то совместить между собой. Нам нужно как-то комбинировать потоки этих событий, которые у нас происходят. Первый метод для комбинирования — это мерш. Очень простой, очень понятный. У нас есть, допустим, два потока, и метод мерш сливает их в один. Стрелочки, которые идут от событий, показывают, какое событие в финальном потоке оно образует. Соответственно, было два потока. Первый с 1, 2, 3. Второй поток с 4, 5, 6. И в конечном итоге у нас есть один поток с 1, 4, 2, 5, 3, 6. Напоминаю, что это шкала времени, и мержатся у нас события в потоках в соответствии с тем, как они во времени происходили. То есть, например, у вас два запроса к бэкэнду, которые вы представляете в виде потока, и вам не важно, в каком порядке их обрабатывать, вам главное их обработать. Чем быстрее, тем лучше. Мерж вам подходит. Конкат. Конкат абсолютно аналогичен методу конкат в стандартном API JavaScript. Он берет один поток и присоединяет к его концу следующий поток. Соответственно, у нас было два потока. Один со значением 1, 2, другой со значением 3, 4, и один просто подставился в конец другого. Так можно конкатить сколько угодно потоков. Самое интересное — обработка потока. Соответственно, мы знаем, что такое поток, как его создавать, как мержить потоки между собой. Но хотелось бы в этих потоках делать какие-то преобразования. То, о чем я говорил в самом начале. Нам хочется, чтобы результат каких-то наших операций, а какой-то нашей операции зависел от предыдущих операций. Поговорим немножко про это. Пайп. Пайп — это метод, который есть у каждого потока. Можно представить его в качестве действительно своеобразной трубы. Поток можно представить в виде потока реальной воды, допустим, если мы проводим такие аналогии. Мы загоняем наш поток в трубу и что-то с ним там делаем. Можем его покрасить. Можем что-то, не знаю, слить какие-то остатки. Можем что-то туда добавить. Можем еще какие-то операции с этим всем проделать. Но все это делается в трубе. На выходе из пайпа мы тоже имеем поток. Это важно. Один поток входит и один поток выходит. Первый оператор, с которым мы можем как-то взаимодействовать с потоком, называется map. Он просто имеет доступ к значениям в потоке и может их как-то изменять. Соответственно, мы создаем поток, допустим, из массива со значениями 1, 2, 3. Подписываемся на него. Нет, простите. Мы сначала вызываем у него метод pipe и передаем в него наш оператор map. Первым параметром у него идет значение. Каждое значение потока. Мы, допустим, хотим домножить каждое наше значение на 10. Мы это делаем. Мы подписываемся на этот поток. На входе мы имеем поток со значениями 1, 2, 3. Он закончился. А на выходе мы уже имеем значение 10, 20, 30. Приятно. Map2. Такой шорткат, если мы хотим как-то единообразно обрабатывать все значения в потоке. То есть, например, нам без разницы, какие запросы и какие ответы делает пользователь. Пока он не авторизован, мы показываем ему, что он не авторизован. Прости. Вот. Тут примерно то же самое. Мы создаем поток из массива 1, 2, 3. Map2 — 42. Везде видим 42. Прекрасно. Фильтр говорит как бы сам за себя. Мы можем отфильтровать какие-то значения в потоке в зависимости от какого-то условия. То есть, фильтр получает первым параметром значение в потоке. Мы выставляем какое-то условие. Если это условие true, то это значение проходит дальше. Если событие false, оно не попадает в итоговый поток. Соответственно, если мы смотрим на признак делимости 2 без остатка, то получаем в итоге поток на выходе из значений 1, 3. Reduce. Ну, где map, где фильтр, там reduce. Никуда без него. Мы можем аккумулировать наши значения в одно какое-то значение или в поток значений. Но пока только в значения. Собственно, опять же, сигнатура точно такая же, как у метода reduce массива. Первым параметром аккумулятор, вторым значением. Функция, которая обновляет аккумулятор. И какое-то изначальное значение, с которого мы начинаем. Соответственно, если мы опять же создаем из массива 1, 2, 3 поток, редюсим его, просто прибавляя значения друг к другу, то в конечном итоге мы получим на выходе поток из одного значения, который будет являться суммой всех наших значений. Take. Take, опять же, как переводится, так и работает. Мы берем какое-то ограниченное количество значений из нашего потока. Например, у нас есть интервал, который, как мы помним, тикает бесконечно. И мы хотим взять только три значения, собственно, этого интервала. Тогда на выходе, если мы через pipe передадим в наш поток take и передадим ему в параметрах 3, то на выходе мы будем иметь поток только из трех значений, трех первых значений, что важно. Take until. Take until хитрый. Он ждет какого-то события, которое сигнализирует ему о том, что пора прекращать брать значения из потока. На данном примере мы, допустим, представим, что мы создали какой-то интерфейс-загадку, где пользователю нужно найти какой-нибудь маленький элемент на странице и кликнуть в него. А пока он в него не кликнул, у нас тикает счетчик, какой-то интервал, и потом можно показывать другим пользователям, как быстро ты нашел этот маленький элемент. Соответственно, интервал тикает. Take until ждет события клика по, в нашем случае, документу. Достаточно большой объект на странице. И когда этот клик происходит, соответственно, мы перестаем брать значения из интервала. И на выходе имеем всего, собственно, поток из трех значений. 1, 0, 1 и 2. Distinct until changed. Оператор с очень длинным названием, но с очень классным функционалом. Он работает как фильтр, только он знает о предыдущих значениях в потоке. То есть, если мы просто в pipe передадим distinct until changed и не передадим его никакого callback, он по умолчанию будет отфильтровывать повторяющиеся подряд значения в потоке. Вот, как мы видим, у нас есть массив с повторяющимися значениями. То есть сначала там 1, потом 2, 2, потом 3, 3, 3. А в выходном массиве у нас будет только три значения 1, 2 и 3, чтобы они не повторялись. Можно также в distinct until changed передать callback, который первым параметром принимает предыдущее значение, а вторым параметром — текущее, как-то их сравнить, вернуть boolean, и тогда он будет более хитро отфильтровывать значения в потоке. Теп. По графику можно подумать, что он ничего не делает. Вот, так и есть. С потоком он не делает ничего. Но мы же все разрабатываем фронтенд и очень хотим делать какие-то сайд-эффекты время от времени, а иногда очень часто. И теп как раз нужен для таких случаев. Мы в теп можем передать… Теп получает в себя все значения в потоке. Мы можем как-то с ними поработать, отправить какие-нибудь, не знаю, события в метрику или чего-нибудь еще, и на выходе мы будем иметь точно такой же поток. И вообще великолепная вещь. Операторы можно объединять между собой. То есть мы можем передавать в pipe по очереди разные операторы, и они в таком же порядке будут срабатывать. То есть, например, нам нужно сначала промэпить значения, потом отфильтровать значения, а потом вообще проредюсить их в что-нибудь одно, и pipe нам позволяет так сделать. Собственно, на диаграммке можно это увидеть. Сначала мы промэпили, домножили на 10, потом отфильтровали по признаку делимости на 20, а потом, собственно, средюсили все в одно значение 40. Интересно. Операторы высшего порядка. Операторы высшего порядка так называются. Почему? Потому что они из событий потоков делают потоки. То есть до этого мы смотрели на операторы, которые как-то преобразуют значения в потоке, и фильтр, например, или distinct until changed, не возвращают ничего, ну, то есть отфильтровывают. Но в целом предыдущие операторы, они как-то взаимодействовали со значениями. Этих операторов высшего порядка тоже очень много. Вообще в RxJS, насколько я помню, больше 120 операторов. Прозвучал вопрос, как их всех запомнить на предыдущей лекции. И повторю ответ, не надо, не стоит. Просто почитайте доку. Если у вас есть какой-нибудь запрос к оператору в RxJS, наверняка он уже есть, и не нужно как-то плодить свои какие-то решения. К операторам высшего порядка. Что здесь происходит? Здесь происходит следующее. Мы хотим на каждый клик по документ отправлять запрос. Async request — это просто какой-то условный API, который эмулирует асинхронный запрос. Мы хотим отправлять координаты, по которым кликнул наш пользователь, на обработку в какую-то асинхронную функцию. И мы хотим получать результаты работы этой асинхронной функции и дальше с ними как-то работать. Что делает mergeMap? MergeMap создает из каждого события в потоке собственный поток. То есть вы видели, что раньше стрелочки от событий ввели в другие события, сейчас тут стрелочки показывают на потоке. То есть mergeMap создал три потока из трех значений. Допустим, мы три раза кликнули по документу. И все. И затем мы хотим получить результаты, как-то их смержить в один поток. MergeMap, собственно, этим и занимается. В чем особенности, фишка? В том, что, как вы могли заметить, события у нас произошли в одном порядке, а результаты обработки, то есть результаты асинхронной функции, произошли в другом. То есть что-то у нас притормозило на событии B, и оно вернулось чуть позже. Но мы все равно получили его в выходном потоке, и все равно можем дальше с ним работать. Очень удобно. То есть, допустим, мы в любом случае хотим обработать результаты каких-то действий в браузере, даже если ответ на них пришел немножечко попозже, или немножечко в другом порядке, в котором они происходили. SwitchMap. Про SwitchMap тоже было немножечко у Гриша на предыдущей лекции про асинхронность. Он делает примерно то же самое. Вы могли заметить, что, в принципе, тут написано то же самое, что и на слайде перед этим, только у нас не MergeMap, а SwitchMap. Мы точно так же отправляем в асинхронную обработку координаты клика по документу. Но SwitchMap также создает из каждого события в потоке отдельный поток. Но если в исходном потоке происходит какое-то новое событие, он от предыдущего потока отписывается. Очень удобно, например, не слать запросы из инпута при RaceCondition, о котором рассказывал Гриша. То есть, например, здесь можем посмотреть, что у нас произошло событие A, появился поток A, и он смержился потом в конце, в финальный поток. Произошло событие B, и пока событие в потоке, образованном из события B, выполнялось, у нас произошло событие C. И SwitchMap отписался от потока, который образовался из события B, и подписался на поток из события C. Соответственно, результат выполнения асинхронной функции, в которой было передано изначально значение B, мы просто его не увидим, мы увидим только A и C. Если нам нужно, соответственно, получать значения какие-то актуальные постоянно, SwitchMap для этого очень хорошо гораст. Можем посмотреть на их отличия более наглядно, MergeMap и SwitchMap, но, в принципе, мне кажется, я довольно подробно про них уже рассказал. Опять же, мы видим, что в MergeMap мы получаем результаты всех потоков, образованных из изначального потока, а в SwitchMap только те, которые происходят в том порядке, в котором происходили в изначальном потоке. Обрабатываем ошибки. Не забываем обрабатывать ошибки никогда. Для этого есть тоже специальный оператор. Он называется CatchError, который, собственно, и занимается тем, что ловит ошибку, ошибки. Допустим, мы почему-то решили в созданном нами потоке из значения 1, 2, 3 выкинуть ошибку, если значение в потоке равно 3. Ну, можем и сделали. Соответственно, CatchError поймает эту ошибку, и из него можно также вернуть поток. То есть на выходе, когда мы подпишемся на наш результат, мы увидим, что сначала идут значения 1, 2, потом мы выкинули какую-то ошибку, получили новый поток, и он отлично продолжился с предыдущими значениями. Важный момент, который я сейчас заметил и забыл, наверное, сказать в начале, я вот везде у Observable в конце у всех переменных пишу значок доллара. Это просто так принято так делать. Это ни на что не влияет. Очень красиво. И просто помогает определить, где перед нами поток. Важный момент про CatchError. CatchError переводит поток в завершенное состояние с ошибкой после того, как он исполняется. Соответственно, если вы хотите обрабатывать ошибки в каких-то бесконечных потоках, то вам нужно лучше всего обрабатывать эти ошибки в их дочерних потоках, потому что если вы обработаете ошибку в изначальном бесконечном потоке, он просто завершится с ошибкой. Schedulers или планировщики. Тоже еще одна сущность из библиотеки RxJS. Как вы помните, Гриша рассказывал на предыдущей лекции по асинхронности о том, что у нас есть разные очереди, в которые исполняется наш код. И было бы очень здорово уметь управлять тем, в какую очередь попадет наш поток. Это очень опасная вещь. Я думаю, вы понимаете почему. Но такой функционал, собственно, существует. Посмотрим немножко на него. Допустим, мы имеем в нашем арсенале четыре планировщика. Один ставит наш поток в очередь синхронных задач, другой в очередь микрозадач, макрозадач и, собственно, на animation frame. Собственно, если мы создадим по потоку из каких-нибудь простых констант, в pipe передадим метод observe on. Он нужен просто для того, чтобы поставить корректно наш поток в определенную очередь и передадим ему определенный планировщик. Соответственно, этот поток будет выполнен, как мы его и запланируем, в какую очередь мы его и запланируем. Соответственно, сначала выполнится планировщик, который ставит в синхронный код, потом, собственно, у нас там же, где и промисы, потом у нас перерисовочка, а потом таймауты и планировщик async scheduler. Рекомендации. Сначала порекомендую посчитать документацию. Она действительно очень классная, очень интересная, очень подробная, с примерами, картинками и вообще всем-всем-всем. Поиграйтесь в песочницы. На каждый оператор, на каждую сущность в RxJS есть песочницы, там можно что-то поделать. И попробуйте придумать свои примеры какие-то и как-то обработать их с помощью потоков. Есть ссылка на видео. Там рассказывается про очень распространенный способ использовать RxJS и такую штуку, как Redux Observable. О том, как стримить экшены и работать с асинхронным кодом. То есть не через middleware, как все обычно привыкли, а немножечко по-другому. Выглядит очень интересно. Все на потоках и захватывает дух немножечко. Спасибо. Мы с вами поговорили про RxJS, про то, что такое потоки, как их создавать, что с ними можно делать, как их иногда стоит применять и как, может быть, иногда не стоит. Потому что RxJS создан для работы с достаточно сложными, нетривиальными ситуациями. И иногда, а может быть, иногда и зачастую, он бывает оверкилом. И можно просто повесить ad event listener себе на кнопочку и радоваться вообще, что ваш интерфейс прекрасно работает, летает, не тормозит, никаких потоков вообще нет. Вот. Еще раз спасибо. Можно задавать мне вопросики, можно писать мне.